Шестилетний Савелий трижды в неделю бывает с родителями в больнице. Сюда он приходит, чтобы поставить уколы. Без них в любой момент может начаться внутреннее кровотечение, очень опасное для жизни ребенка. У мальчика тяжелая форма гемофилии. Говоря проще, кровь практически не сворачивается за отсутствие белка, фибрина. Как и его ровесники, Савелий торопится поиграть. Правда, его детство особенное, без детского сада и подвижных игр. А велосипед и самокат только с поддержкой старших. Нам нельзя ударяться, что мы более нежно с ними обращаемся. В квартире у нас мебель вся мягкая, корпусная мебель без углов. А школа, конечно, это для нас, так сказать, новая. Не знаем, как это вообще будет происходить. Гемофилия – болезнь мужская, а вот переносчики, как правило, женщины. Коварные гены в семье Барышевых дали знать о себе. И второй сын, Лев, родился с таким же диагнозом. У нас первый ребенок долгождан. Поэтому, когда наступила вторая беременность, у нас даже вопросов не было, мы даже не думали. Но это абсолютно нормальный ребенок. Он, в принципе, ничем не ограничен. Просто единственное, он требует определенной ответственности, определенного контроля. Все, чем сегодня может помочь медицина, предостеречь кровотечение. Для этого пациенту с гемофилией требуется вводить так называемый фактор свертывания по 2-3 раза в неделю. Но отсутствующий белок в крови ничем не заменить, поэтому избавиться от болезни пока невозможно. Нет ни одного полностью подходящего препарата. Пока вопрос открытый. Возможно, в дальнейшем перейдем на другие, не факторы свертывания, а на какие-то другие препараты. Возможно, закончится исследование формирования гена. И гемофилия, ну, не просто будут какие-то периодические инъекции, она просто будет вылечена. Всего в регионе с гемофилией разной степени тяжести, больше 50 детей. Все они находятся на учете онкогематологов Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. К слову, врачи – это и единственная духовная помощь для пациентов с гемофилией. В крайне нет никаких общественных объединений или специальных школ для таких больных. Но это уже, как говорится, другая история. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.